Всем привет! Сегодня я приготовлю очень вкусное и сытное блюдо, это крошка-картошка. Этот фастфуд продают не везде, и поэтому я хочу вам показать, как можно приготовить его дома. Правда, начинки я изменил под свой вкус, так мне кажется, крошка-картошка будет более вкусная и аппетитная. Итак, что понадобится мне для приготовления этого замечательного блюда? Я взял крупный продолговатый картофель, самое главное, чтобы он не был приплюснутым. Для каждого варианта мне понадобится кусочек сливочного масла и терпый сыр. В первый вариант у меня входит бекон, маринованные огурцы и золотистый хрустящий лук. Чтобы его приготовить, мне понадобится немного муки. Для второй начинки мне понадобится куриная грудка, шампиньоны, немного майонеза или сметаны и любой сливочный сыр. Для третьего, самого легкого и диетического варианта мне понадобится квашеная капуста, свежий огурец, редис, салат и немного укропа. И для последнего, самого необычного варианта я возьму малосольную сельдь, маринованный огурец, фиолетовый лук и немного укропа. В оригинальном рецепте крошки-картошки идет малосольная красная рыба. Я решил заменить ее на более доступный и не менее вкусный вариант, это малосольная селедка. Сначала нужно разогреть духовку, ставим ее на 180 градусов. Пока разогревается духовка, подготовим картофель. Завернем его в фольгу в два слоя. Фольгу берем блестящей стороной к картофелю, а матовая, соответственно, будет снаружи. И заворачиваем. Первый слой. И теперь переворачиваем, так называемым узелком, вниз и заворачиваем во второй слой. Получается вот, один узелок здесь, второй здесь. Запеченный картофель это один из лучших вариантов его приготовления. В таком виде он более вкусный и полезный. Подготовленный картофель отправляем в духовку выпекаться. Его готовность мы проверим зубочисткой. Я думаю, часа полтора будет достаточно. Печь будем прямо на решетке. Пока готовится картофель, у нас будет достаточно времени приготовить начинки. Будем готовить начинку с беконом. В ковшик или сотейник наливаем растительного рафинированного масла и ставим разогреваться. Масса понадобится достаточно много, потому что лук мы будем обжарить, как во фритюре. Вот так будет достаточно. Пока разогревается масло, нарезаем лук. Разрезаем напополам и на четыре части. Выкладываем лук в сито. Сверху посыпаем мукой и хорошо перемешиваем. Лишняя мука у нас высыпется. Жарить будем небольшими порциями, чтобы лук хорошо прожарился. До золотистого цвета. Готовый лук выкладываем на бумажное полотенце. Лук готов. Вот такой вот он у нас получился. Хрустящий и золотистый. На сухую раскаленную сковородку выкладываем бекон и выжариваем его. Обжаренный бекон выкладываем на бумажное полотенце. Для этого варианта осталось нарезать огурчики. Нарезаем некрупно, тонкой соломкой. Нарезанные огурцы выкладываем в тарелку. Первая начинка готова. Готовим второй вариант начинки. Нам нужно куриную грудку и шампиньоны обжарить на сковородке. Делать будем это по отдельности, так как шампиньоны будем обжаривать на сухой сковородке. Куриную грудку нарезаем на тонкое филе. Теперь все перчим, солим и добавляем сухой чеснок. В сковородку наливаем немного масла и выкладываем куриное филе. Обжариваем с двух сторон до готовности. Как только мясо подзолотится, значит курица готова. Мелким кубиком нарезаем шампиньоны. Готовую курицу выкладываем на тарелку, чтобы она остыла. Выкладываем грибы на сухую раскаленную сковородку. Их можно сразу посолить и слегка поперчить. Как только из грибов выпарится влага, они готовы. Готовые грибы выкладываем на тарелку, чтобы они быстрее остыли. Мелким кубиком нарезаем остывшую курицу. Сначала режем вдоль. А теперь нарезаем на кубики. В глубокую тарелку выкладываем нарезанную грудку. Добавляем шампиньоны. Сюда же кладем сливочный сыр, сметану или, как я это сделал, майонез. И хорошо все перемешиваем. И второй вариант начинки готов. Готовим овощной, не менее вкусный вариант. И все нарезаем очень мелко. Перекладываем в глубокую посуду. Салат нарезаем чуть крупнее. Нарезаем укроп. Немного измельчаем капусту, чтобы она не тянулась. Квашеную капусту в эту начинку нужно взять хорошую, хрустящую, вкусную. Здесь у меня, конечно, не лучший вариант, но какая есть. Какую нашел. Заправляем все растительным маслом. Но не солим. Солить будем перед подачей на стол. Перемешиваем. Начинка готова. Осталось приготовить последний вариант, необычный. Все нарезаем мелким кубиком. У филе селедки выбрали все кости, чтобы филе было чистое, без костей. Нарезаем кубиком. Выкладываем селедку к остальным продуктам. Сбрызгиваем немного растительным маслом. Хорошо перемешиваем. Начинка готова. Ну, вы мне скажите, что может быть лучше сочетание картошки и селедки? Прошло полтора часа. Достаем одну картошку из духовки и проверяем на готовность. Прокалываем. Нет, туговато. Еще нужно подождать. Прошло два часа. Картофель готов. Так как он у меня очень крупный, полутора часов ему не хватило. Теперь осталось его разрезать и начинить. Разрезаем картофель вдоль. Это все нужно делать, пока он горячий. Разминаем сердцевину вилочкой. Добавляем кусочек сливочного масла. Подсаливаем. Перемешиваем. Чтоб масло полностью растворилось. Добавляем щепотку сыра. И снова перемешиваем. Нужно, чтобы сыр начал плавиться. Делаем эту процедуру с каждой половинкой картофеля. Сыр уже плавится. Осталось выложить начинки на каждую половинку картофеля. Начинка должна быть холодной, а картофель горячий. Куриная готова. Выкладываем селедочную. Готовим картошку с беконом. Выкладываем слоями. Хотя все можно это перемешать. Но мне кажется, так будет красивее. И сверху присыпаем луком. И последняя начинка овощная. Ну что, вот такие крошки картошки у меня получились. Пробовать я их в этот раз не буду. Поверьте мне на слово, это очень вкусно. Обязательно попробуйте приготовить по нашему рецепту. Потому что оригинальные начинки я немного изменил. Это нереально вкусно. А я с вами прощаюсь. Всем приятного аппетита. До новых встреч. Пока. Продолжение следует.